Всем привет, друзья! Вы на канале Монета Мания, канал о том, как можно заработать на монетах. И сегодня в выпуске я покажу вам монету 1 гривну, которая стоит от 9000 гривен. Если эта тема интересна, продолжайте смотреть и обязательно подпишитесь на канал. Друзья, прямо сейчас вы видите перед своими глазами монетку 1 гривну 1995 года. Да, действительно, сама по себе монета 1995 года нечастая и тираж у нее около 50-52 тысяч штук, по некоторым данным из интернета. И действительно, такие монетки попадаются нечасто, даже, я бы сказал, редко. И с течением времени у нас монетки будут убираться из оборота, такие вот золотые, заменяться на монеты нового образца 1 гривна. Как вы знаете, они уже нам изрядно поднадоели. А сейчас вот эта гривна, она не просто 1995 года, а она с тонким кантом. Обратите, пожалуйста, внимание, что у обычной гривны кант широкий. И это визуально видно. Конечно, мы не берем в учет, что в новых гривнах 2001 года, гривна 2002, гривна 2003 года у них также узкий кант. Но это не интересные монеты, тиражи у них просто огромные. А вот у гривна 1995 года и 1996 года тиражи поменьше, и они действительно интересны. Давайте перейдем к стоимости. Если гривна 1995 года у нас на сайте Виолити доходила до 1000 гривен, я лично продавал там и покупал, и действительно она была в какой-то момент на пике, то сейчас откатилась немножко, интерес к этой монете уменьшился. Это связано, скорее всего, с тем, что огромное количество монет наводнилось. Много кто разбил свои копилки, пересмотрел. Очень много людей, которые собирали мелочь, людей, которые работают в транспорте, кондукторы, пересмотрели свои копилки. И много монет появилось на рынке. Тем самым цена на данные монеты падает. Ну, плюс те, кто хотел к себе положить какое-то количество монет. Я хотел 20 монет положить, у меня есть. Кто-то хотел 50 монет, кто-то положил в качестве инвестиции. То они накупили и значительно упала цена. Потому что у людей спрос, как говорится, уже покрыли они свой. В основном я цены и продажи ориентировочно смотрю на Violet. Ссылочку на раздел с монетами Украины я оставлю в описании. Это очень удобно, когда вы просто вбиваете нужную вам монету, смотрите по продаже, ориентировочно какая цифра была. И смотрите дату. Потому что в одном году одна цена, в другом другая. Ну, плюс одна монета в лучшем состоянии, другая в хуже состоянии. Тут очень-очень сильно варьируется. Но можно понять порядок цен. Эта монета стоит 100 гривен, 500 гривен или 1000 гривен. Поэтому я рекомендую этот сайт. Переходите по ссылочке в описании. Перейдем к цене на вторую монету. Она гораздо-гораздо реже. Это гривна 1995 года с узким кантом. Представьте себе, что обычную очень сложно встретить, а эту еще реже. Они попадаются тем, кто перебирает огромное количество монет. В основном старые копилки сейчас можно пересмотреть, перебрать. Ну, либо на аукционах. И бывало такое, что есть коллекционеры, которые мне говорят, что они покупали 95 гривну еще в 2000-х годах. И у них был большой запас. Порядка 100 монет 95-го. И вот в таком формате из 100 монет у людей попадалась вот конкретно такая монета. Действительно, это огромная удача. Фарт. Ну, все-таки, да. Основной выпуск про эту монетку я выпустил на канале Фартовый коллекционер. Если интересно, переходите, посмотрите, как я там эту монету показал, рассказал. Ну, здесь у нас такой формат больше разговорный, больше подкаста. Немножко по ценам я вас ориентирую и как можно заработать. Собственно, эту монетку можно, во-первых, посмотреть, какое у нее состояние. Бывает, что чистят такие монеты. Но я не рекомендовал бы использовать какую-то химию, какие-то покупные средства. Потому что цвет монеты резко поменяется и будет уже коллекционером. Но никак не так нравится неродной цвет монет. Она будет более белой, более какой-то светлой. Я бы рекомендовал помыть, если вот конкретно эту монетку можно помыть с мылом под проточной водой. При этом не сильно тереть саму монету, чтобы никак не начать взаимодействовать с цветом конкретной монеты. Чтобы она не поменяла, то есть не стала сильно яркой. Потому что всегда ценятся монеты в родном цвете, с патиной какой-то родной. Ну, в данном случае это монетка из-за обихода. Вы видите, какое у нее состояние. Что дальше я могу сказать? Конечно, сейчас с ценой на монеты Украины у нас идет лето. Люди планируют поездки на море, на отдых. И однозначно многим людям нужен кэш. Монетки будут продаваться. И вы заметили даже по динамике у нас валюта немножко просаживается всегда лето. Потому что люди, когда в Украине они билеты покупают за гривну, воздают свои накопленные доллары. Ну, конечно, к осени, я думаю, цена пойдет вверх. Как на доллар, так и на монеты Украины. Плюс, конечно же, спрос. Но еще хочу сказать такой момент, что в любом случае всегда нужна реклама вашему лоту. Всегда нужна реклама вашей монетки. Если она через виолити выставлена, или вы как-то по-другому продаете. Чтобы люди увидели, как она выглядит. Почему эта монета классная? Какое у нее состояние? Визуализировали ее с разных сторон. Увидели ее гурт. Увидели, какой у нее аверс, какой реверс, какое поле. И вот об этом я буду рассказывать на своем курсе про заработок на монетах. Уже почти готов. Подпишитесь обязательно на канал, чтобы не пропустить начало. У меня будет бесплатная версия на канале. У меня будут более расширенные несколько уроков. Прямо конкретно с примерами, какие монеты покупались, продавались, за сколько. И это очень-очень интересно, потому что таких продуктов пока я не встречал. И все будет, исходя из моего личного опыта, курс «Монетомания. Как заработать на монетах». Так что следите за этим, за этими новостями на этом канале, на основном канале «Фартовый коллекционер». И еще раз покажу, 1 гривна 1995 года у нас стоит 500-700 гривен на сейчас, в зависимости от состояния, если продавать. Если эту продавать, она стоит порядка 9000 гривен. Но, конечно же, нужно выставить ее на торги, либо найти коллекционера, которому это интересно. Сейчас, в принципе, у меня много людей, которые хотят конкретно такую монету, потому что у многих этой разновидности нет. Спасибо, друзья, что посмотрели это видео. Если оно было интересно, пожалуйста, поделитесь с одним человеком в Viber, в Telegram, в Facebook, где угодно. Это сильно поможет развитию моего канала, моему проекту. И как можно больше людей узнает о ценности украинских монет. Всем пока, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok